Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева Черкесия. Сотрудники отдела МВД России по Черкесску совместно с Уполномоченной по правам ребенка в республике Марии Алакаевой посетили неблагополучные семьи, состоящие на профилактическом учете. В ходе личного общения родители получили квалифицированную правовую помощь по вопросам, затрагивающим защиту семейных ценностей, соблюдение прав и интересов семьи, прав детей и детско-родительских отношений. Особое внимание уделялось вопросам надлежащего исполнения родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. На поступившие в адрес представителей власти вопросы были даны развернутые и исчерпывающие ответы. В ходе посещения семей оказана помощь, в том числе и консультативная. Особое внимание уделяется вопросам по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних детей. Очень важно было встретиться с семьями, которые состоят на учете в ПДН. Здесь, знаете, даже больше не какой-то контроль, а именно вопрос, чем мы можем помочь. Может быть, это какое-то вовлечение детей в общественную деятельность нашей республики. Может быть, это помощь в том, чтобы в школе какие-то дополнительные мероприятия посещал ребенок. То есть наша задача в том, чтобы максимально узнать потребность семьи в помощи для того, чтобы семьи восстановились, продолжали воспитывать детей, продолжали, сохраняли свой семейный очаг и, соответственно, чтобы как можно меньше детей нашей республики находились в сиротских социальных учреждениях. Какие услуги оказывает подразделение вневедомственная охрана, об этом и многом другом, расскажет гость программы офицер вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии, младший лейтенант полиции Азамат Напшев. Добрый день, Азамат Мухамедович. Сегодня наша встреча проходит в рамках ведомственной телерубрики «В гостях у Росгвардии». Вы являетесь инспектором группы организации охраны объектов вневедомственной охраны Росгвардии. Расскажите подробнее о задачах и обязанностях сотрудников веренного вам подразделения. Наше подразделение, своими словами, является службой. Мы отвечаем именно за организацию охраны объектов, за деятельностью наших сотрудников, именно по организации объектов, по тому, как они их охраняют. Также наше отделение занимается именно сбором различной статистической отчетности по различным именно объектам для передачи их уже в вышестоящие органы. Осуществляет контроль за деятельностью филиалов. Люди, прошедшие специальное обучение по экспертной оценке, у которых имеются свидетельства, подтверждающие данное обучение, принимают участие в межведомственных комиссиях по обследованию и категорированию объектов на их антитеррористическую защищенность. Туда входят именно, получается, объекты различной ведомственной принадлежности. Их проверяют по определенным постановлениям, к которым они относятся. Улицы городов и населенных пунктов Карачаева-Черкесии круглосуточно патрулируются росгвардейцами. Расскажите, как осуществляется деятельность групп задержания и какие объекты находятся сегодня под охраной Росгвардии? Объекты, которые находятся под охраной, в первую очередь, это объекты, подлежащие обязательно охране в соответствии с перечнем, утвержденным правительством Российской Федерации. Также, кроме этого, у нас под охраной имеются различные объекты. Это объекты муниципального образования. На них установлены, кроме кнопок тревожной сценаризации, также осуществляется пропускной режим. То есть там также сидит сотрудник и следит пропускной режим о недопущении противоправных действий на данном объекте. Также хочу отметить, что в летнее время, когда идет приемка школ, наши сотрудники выходят на школы, на все общеобразовательные учреждения, где подключены тревожные кнопки, проверяют именно их работоспособность, проверяют техническую оснащенность данных заведений. На данный момент у нас почти все школы, еще не все школы, но многие школы республики подключены к кнопкам тревожной сигнализации. В случае срабатывания, ближайший экипаж, который находится территориально, в кратчайшее время прибывает туда и выясняет причину срабатывания данной тревожной кнопки. Если нет никаких противоправных действий, то это докладывается, все осматривается объект. Азамат Мухаммедович, расскажите, пожалуйста, об оснащенности городского автотранспорта системой тревожной сигнализации. На данный момент у нас уже подключено 25 единиц общественного транспорта, к тому же мы подключили 9 единиц школьного автотранспорта. А вот что касается личного автотранспорта. Если, допустим, за пределы Карачао-Черкесии выезжает человек, и там у него возникает какая-то ситуация, где нужно вмешаться сотрудникам неведомственной охраны. При подключении личного транспорта с его системой тревожной сигнализации, если вы покидаете пределы республики, в любом регионе нашей республики у вас срабатывает тревожная кнопка, то на нее реагируют именно непосредственно отделы группы задержания в того места, где вы находитесь. То есть им поступает также сигнал, они по системе ГЛОНАСС видят, где вы находитесь, и в кратчайшее время к вам приезжает экипаж группы задержания для оказания вам необходимой помощи. Также хочу пример привести, что по этой системе транспорт, который был подключен, не в нашем регионе, был получен сигнал, и этот автомобиль нашли наши сотрудники у нас в республике. Получается, что он был в угоне. Да. Эту систему могут подключить все желающие, у кого есть автотранспорт, вне зависимости от того, это новый транспорт или нет. Есть возможности даже автотранспорт, на котором нет системы ГЛОНАСС заводской, оснастить его с системой ГЛОНАСС, и также подключить эту тревожную кнопку. Спасибо, Азамат Мухаммедович, за интересную беседу. До новых встреч. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Отныне решение вопросов с недвижимостью стало проще и быстрее. В Черкесске открылся региональный кадастровый центр, филиал одного из самых крупных игроков России на рынке кадастрового учета с историей деятельности компании более 15 лет. С первыми посетителями регионального кадастрового центра встретилась Мадина Каракетова. Открытие регионального кадастрового центра в Черкесске прошло в праздничной атмосфере с участием известных и востребованных в республике эстрадных исполнителей. И какой же праздник без зажигательной лесгинки, в которой приняли участие и гости, и сотрудники нового офиса. Торжественное право перерезать традиционную красную ленту предоставили собственнику кадастрового центра Дешарбеку Тишелееву и сотрудникам. Ленина, дом 2! Добро пожаловать! Артисты продолжили праздник, ну а в офис уже пришли первые посетители. Олеся Батчаева работает в сфере недвижимости и очень ценит свое время и время клиента. С открытием кадастрового центра наша работа значительно облегчится, рассказывает Олеся, что не может не отразиться и на качестве услуг, предоставляемых гражданам агентством недвижимости, которое она представляет. Для меня, как работника агентства недвижимости, в сфере недвижимости это всегда нужно, чтобы был общий спектр в одном помещении услуги. Чтобы прийти, например, каждый второй клиент у нас нуждается именно в техпаспорте, в техплане вмешивания. И бывает такое, что нам приходится как минимум в разные кабинеты ходить или же в разные офисы также. Здесь можно зайти и получить всю услугу разом у одного специалиста. Плюсы стоимость дешевле, чем есть в других организациях и срок изготовления быстрее. В небольшом, но очень уютном офисе регионального кадастрового центра можно получить широкий спектр услуг, связанных с оформлением земельных участков и недвижимого имущества, рассказывает специалист Руслан Кзанлиев. Региональный кадастровый центр поможет вам с оформлением вашего земельного участка, дома, гаража, подготовить топографическую съемку для газа и для строительства. Мы работаем не только с физическими, но и юридическими лицами. Большой парк оборудования для крупных заказов, например, для аэрофотосъемки. Специалисты регионального кадастрового центра в самые сжатые сроки подготовят проект планировки и межевания территорий, в том числе и для садоводческих товариществ. Оценят и рассчитают кадастровую стоимость объекта недвижимости, изготовят технические и кадастровые документы. Ну и приятная новость для клиентов. Консультации по вопросам недвижимости специалисты регионального кадастрового центра будут оказывать совершенно бесплатно. Двери офиса открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В день открытия сотрудники регионального кадастрового центра порадовали своих первых клиентов и веселыми тематическими викторинами. Их победители получили памятные подарки. Ну и, конечно, всех посетителей ждали вкусные угощения, в том числе и именной праздничный торт. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В течение нескольких дней в парке культуры и отдыха зеленого острова Черкеска проходил этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа». В мероприятии приняли участие артисты и танцевальные коллективы из 11 регионов России. В рамках фестиваля прошли галоконцерты, праздники народной музыки, выставка народных промыслов и ремесел. Репортаж Алихана Лепшокова. Здесь представлена яркая палитра национальных культур нашей необъятной страны. Открылся этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа» с галоконцерта, где свои музыкальные композиции представили певцы и творческие коллективы из регионов СКФО и ЮФО. Открывая праздничное мероприятие, министр культуры Карачаева Черкесии Зураб Агерва подчеркнул важность этого фестиваля, благодаря которому происходит единение различных народов, проживающих на территории России. «В этом году у нас отличная возможность провести фестиваль с участием 11 регионов. Более 200 участников. Называется он «Калейдоскоп культур» и позволяет нам не только посмотреть, кто же приехал к нам, а это весь Кавказ, это Краснодарский край, это новые территории. И самое главное, что мы, как республика, имеем возможность показать нашу культуру, наших мастеров. Фестиваль этот проводится у нас второй год, именно вот этот, но, конечно, в течение года мы проводим уже больше десятка разных крупных мероприятий. Ну, приятно, что это становится хорошей традицией». Разнообразие красочных, музыкальных и танцевальных номеров вызывал восторг у зрителей. Также для всех жителей и гостей республики были развернуты выставки, ярмарки мастеров народных помыслов и ремесел, где можно было приобрести понравившиеся работы декоративно-прикладного искусства. Изделия из дерева и железа вызывали особый интерес у людей. «Мои работы составляют как большие скульптуры из дерева цельного, также миниатюрные работы, детская игрушка, а также есть уникальная работа, которая сделана именно в бутылке. Там в ней я сейчас могу показать вам. Также участников фестиваля в национальных подворьях познакомили с обычаями, традициями кухни народов Карачаева-Черкесии. Это уникальная возможность узнать по лучшей жизни быт народов нашего региона». В подворьях можно было попробовать и аппетитную национальную кухню народов Карачаева-Черкесии. Участники этнофестиваля были впечатлены интересной многообразной программой мероприятия. Также следует отметить, что в программе предусмотрели выездные концерты гостей фестиваля в районный центр республики. Алиханеп Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова